Буквально трещит по швам эта десятиэтажка в местечке Авдотьино. Дом построен в 1998 году. Первые проблемы начались меньше, чем через 10 лет. По дому медленно поползли трещины. Оказалось, застройщик сэкономил и не заложил подушку фундамента. Часть дома просела вместе с грунтом. Ситуация пока бесконтрольна, в каком плане. То есть мы не знаем, когда может что произойти и в каком объеме. На сегодняшний момент и администрация города, и МЧС, и управляющая организация в том числе ведет мониторинг, наблюдение за движениями строительных конструкций. Сейчас выставлены маяки, и администрация планирует еще в декабре заключить еще один контракт на более точные сведения по подъезду. Для того, чтобы принять решение, в каком виде, в каком объеме выполнять эту ремонтную работу или уже нет. В то время, как за ростом трещин наблюдали, следили за деформацией, ставили маячки и назначали экспертизы, жильцам пришлось остановить лифт. От вибрации разрушение в шахте ускорилось. В целях предосторожности всем запретили выходить на лоджии, а территорию у входа в подъезд огородили бетонными блоками. В таком осадном положении люди живут уже несколько лет. С одной стороны, запреты, ограничения и жизнь в страхе. С другой, дом по-прежнему официально не аварийный. Жильцы целого подъезда, 36 семей в новом многоквартирном доме повисли над пропастью. Маленький ребенок, 6 лет. Ходим вдвоем, за руку, пешком, по этим лестничным пролетам, каждый день на восьмой этаж туда, обратно по 2-3 раза. Конечно, страшно. Я обращалась в страховые компании, мне сказали, риски неприемлемые, мы страховать вашу жизнь не будем. Я обращаюсь в администрацию, дайте мне бесплатное жилье, которым я буду безбоязненно жить. Мне говорят, давайте аварийное заключение о том, что аварийное. Я обращаюсь в одну организацию, мне говорят, подождем, давайте подождем. Чего ждать-то? Перевыборов, когда вы пойдете наверх, а ваш предшественник скажет, елки-палки, какое мне наследство досталось. Чего ждать-то? Дом пробовали ремонтировать. Несколько лет назад. Не помогло. Миллионы, выделенные на эти цели, попали в молоко. Ситуацию признали чрезвычайной. Из бюджета города было выделено 5 миллионов рублей для того, чтобы принять меры, и дом прекратил свое разрушение. То есть деньги освоены, работы проведены, была заказана экспертиза. Почему была заказана? Потому что дом не прекратил разрушаться после этого. Получается, что деньги выкинули на ветер. Вопрос не решили. Ну и, соответственно, там было установлено экспертами, что работы, которые были по акту приема и передачи сданы, они не выполнены. Суд с администрацией города тянется мучительно долго. С апреля состоялось всего 11 заседаний. Назначаются проверки и экспертизы, а результата нет. Домы опасные и не аварийные одновременно. Мне жильцы показывали заключение независимых экспертов, где конкретно написано, что в доме жить опасно. Там, что это начинал в нищем языке, значит, аварийный он там, или ветхий, или еще чрезвычайный. В этом люди разбираться не хотят. Они хотят, чтобы их расселили, чтобы власти начали решать эту проблему. А они ее решать как бы начали, но никакого просвета не видно. Есть же постоянные встречи, постоянное мусоливание проблемы этой, но никаких конкретных действий с этой стороны нет. Заложниками ситуации оказались не только жильцы квартир. В нежилом помещении на первом этаже располагался салон красоты. Помещение у предпринимательницы Людмилы в собственности. Из-за угрозы обрушения проход перегородили. Ой, перенос крыльца не актуален на ту сторону, потому что там аварийные какие-то двестины. Здесь аварийные лоджии. А крылечко у нас, видите, как топ-топ, и как раз этот балкончик должен упасть где-то на клиенту на голову. Клиенты предпочли красоте и безопасность. Бизнес-леди понесла убытки. Сотрудники потеряли работу. На данный момент оно стоит просто пустое, и я не работаю. Естественно, я, получается, лишила работников своих рабочих мест. Люди остались без дохода. Люди остались без возможности платить свои кредиты, в том числе и я тоже. Когда начинался бизнес, это естественно. Нам правительство дает возможности все это возьмите и открывайте. То есть, хоть это прошло 12 лет салона в этом году, в декабре должно было 12 лет быть. Вот. В принципе, я не могу даже сказать, что я еще встала там с колен с каких-то и все выплатила. На сегодняшний день я с частью этих кредитов и долгов просто вышла и все. Жители дома бьются сейчас уже не за справедливость. Застройщик, поставивший их в такое положение, из-за которого городскому бюджету пришлось нести расходы на ремонт нового дома, не был привлечен к ответственности. Уголовное дело возбуждено по факту. Сейчас жильцы аварийной новостройки хотят хоть какой-то конкретики и перестать бояться каждого шума в собственном доме. Мое мнение, нужно уже здесь и сейчас принимать решение на предмет ремонтировать или предоставлять жилье. Затягивать нельзя, потому что вопрос ремонтировать, ремонтировать с каждым годом, с каждым переходом через ноль. Это все ближе, ближе, ближе идет к тому, что это надо будет сносить. Скажите нам, 1 февраля начинаются ремонтные работы. Освободите помещение. Мы все съедем и 1 февраля у вас будут все подступы к тому, чтобы ремонтировать наш подъезд.